Желтые трубы для голубого топлива проходят почти через все село Нижняя Шиловка. Газификация здесь идет, но иногда буксует по вине подрядчиков. Глава города потребовал нагнать график, в кратчайшие сроки проверить, принять и запустить в работу уличные газовые сети. Голубое топливо должно прийти в село уже в этом месяце. Жители должны в тот был сезон зайти с газом. Вы рассказали историю, что чересчур длинная Шиловка. Когда делались проекты, вы же, наверное, и брались за эту работу, наверное, понимали, что она длинная. 18-19 сентября 2014 года может быть заключен договор эксплуатации по поселку Нижняя Шиловка, по селу Нижняя Шиловка. Не может быть, а заключается. Заключен, Анатолий Павлович. За последнее время Нижняя Шиловка изменилась. Здесь появились новые остановочные павильоны, контейнеры для сбора мусора. Проведен ремонт в сельской школе, в которой обучаются более 400 детей. На встрече с педагогами Анатолий Пахумов заверил, город будет продолжать помогать. Развитие школ и в целом поддержка детства – приоритетное направление в работе городской администрации. Вы нам выделили 3,5 миллиона. У нас в планах вот здесь спортивную площадку доделать. Для сельчан эта школа не просто учреждение образования. Это культурный и спортивный центр. Например, 60 детей после уроков осваивают здесь азы дзюдо, карате и кикбоксинга. В этот день глава города встретился и с жителями верхней части совхоза России. Здесь, как и в Нижней Шиловке, в сентябре ждут голубое топливо. Люди уже получают техническую документацию на подключение. Дома на улицах Камели, Лилии и в переулке Осенний изначально не вошли в программу газификации. Но усилиями администрации города были включены в этот проект. Кроме того, на этих улицах был проведен капитальный ремонт. Здесь обновили асфальтовое полотно, ливнестоки и систему освещения. Мы получили все, о чем мы даже и мечтать, может быть, не могли. И вот все, что вокруг нас делается, ну это мы где-то в сказке находимся. Из-за холостя, из болот мы в таком месте. В целом, к отопительному сезону газ должен прийти в 15 тысяч домов Адлерского района. Топить печи дровами не будут и жители Хостинского и Лазаревского районов. В 14 селах и поселках скоро появится газовое отопление. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...